Муниципальные власти должны работать слаженно, ответственно и четко. О максимальной пользе для людей, говорил Николай Любимов, комментируя послание президента. У региона сегодня есть серьезный шанс воспользоваться инфраструктурными проектами. А все потому, что преференции, по словам Бутина, будут только тем субъектом, кто ответственен в кредитной политике. Рязанская область как раз из таких. Госдолг за последние 4 года сокращен на 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Сейчас гарантирована поддержка регионам в решении системных проблем. Мы со своей стороны должны, конечно, очень активно и быстро поработать. Приложить все усилия, чтобы получить ту самую востребованную помощь и на ремонт дорог, и на ремонт инженерных сетей, на строительство школ, на обновление объектов социальной инфраструктуры, культуры, на укрепление, собственно говоря, той работы, которая нами проводится для того, чтобы улучшить жизнь людей. Кто точно знает, сколько нужно денег для улучшения жизни людей, председатель комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров. По словам депутата от Рязани, в Кремле уже готовят стратегию с конкретными сроками, деньгами и привязкой к регионам. Суммы рекордные, в том числе и на прямые выплаты. Те предложения, которые сделал президент, они по своему объему, строго говоря, вообще превосходят любые ожидания. Потому что даже вот только те прямые, ну, не знаю, выплаты, скажем так, давайте я аккуратно, в общем словом скажу, выплаты, которые предусмотрены, они составляют более 400 миллиардов рублей, только то, что названо непосредственно в послании. По словам Андрея Макарова, для ускорения воплощения президентских тезисов Госдума сейчас должна законодательно закрепить 24 решения. При этом деньги уже есть. Осталось главное – справедливо их распределить. Максим Васильев, телекомпания «Город».